Всем огромный привет! Не хочется это признавать, но календарное лето закончилось. Это не повод расстраиваться, и я напоминаю, что вы на канале Татьяна Бугрей и этот канал о маникюре. Поэтому я бы отметила, что приближение осени это только лишь повод открывать новые маникюрные тенденции. Сегодняшний дизайн на клиенте будет уже более спокойным, то есть диаметрально противоположным тому, с которым она пришла. Здесь была неоновая цветная база, и кажется, чуть-чуть клиент припоздал на коррекцию. Иногда мне кажется, если я срежу полностью свободный край, то уйдет весь цвет, и мы сэкономим время на снятии. Конечно же, не стоит воспринимать эти слова буквально. Мои постоянные зрители знают, чем чревато перенашивание покрытия. Как оно отслаиваясь, надрывая чешуйки ногтевой пластины, и риск сломать ноготь в стрессовой зоне прямо по ногтевому ложу повышается, так как архитектура смещена, и это может произойти в любой момент какой-либо неаккуратной манипуляции. Самое частое – это заправление постельного белья, простыни, упор торцами в глубину между матрасом и кроватью. Это самая неожиданная неприятность, которая случается, поэтому аккуратней с этим и на коррекцию приходите лучше все-таки вовремя. Снимаю цветную базу. И я бы вам хотела в этом видео рассказать про разные виды базовых покрытий и то, к каким ногтям они отлично подойдут. В этом обзоре мне помогла компания Runeil, так как именно этот бренд имеет различные характеристики этого продукта. Но к этому вернемся мы сразу же после маникюра. Снять цветную базу не так-то и просто в отличие от ее нанесения. Обычно такие продукты эластичные и может быть где-то даже слишком. Они прогибаются и как будто бы уворачиваются от зубьев фрезы. Из-за этого нередко процесс становится невыносимо горячим. Поэтому я рекомендовала бы взять абразив пожестче для снятия этого покрытия. А еще я порекомендую не доходить при снятии фрезой. Такое покрытие полностью до ногтя. Не стремитесь старательно убрать весь цвет. Оставьте для доработки пилочкой. Это сохранит ногтевую пластину от неожиданных пропилов. Так как по цветам у нас всего тонкий слой перекрытия, который выступал для акдезии в качестве подложки. Возвращаю клиенту короткий овал, с которым она так прекрасно себя чувствует. Ноготь на большом пальце хоть и пострадал в зоне стресса, но длину свою не потерял. Большую часть ногтя я срезаю режущим инструментом, чтобы не мучать долго его пилкой. Обязательно опиливаю этим же абразивом и сверху ногтевую. Нужно убрать чешуйки, которые надорвались и, к сожалению, они уже никогда не прирастут обратно. И приподнимаю также анихобласты по всей гладкой поверхности ногтя. А далее я принимаюсь обрабатывать кожу вокруг ногтя. Часто от своих учеников в том числе я слышу вопрос о том, как же обрабатывать ручки с тонкой полосочкой кутикулы и неглубоким подкутикульным карманом. Я считаю, что такие руки это подарок судьбы, ведь с ними гораздо легче справиться в обработке. Но видимо у новичков есть страх поранить и заблуждение о том, что чем больше кожи, тем меньше чувствительность у клиента сбивает такого новичка. Многие думают, что есть как бы запас на манипуляции, когда большой кантик кутикулы, но обрабатывать его на самом деле гораздо сложнее, чем тонкую линию кутикулы. Подсознательно мастер-новичок как будто бы думает, когда много кожи, что здесь мне срезать не страшно, да еще и запас у кутикулы станется для перестраховки. А вот с тонким кантиком кутикулы попытка только лишь одна. По поводу неглубокого подкутикульного кармана я скажу, что правильная обработка в маникюре она и не должна быть чересчур глубокой. Иначе последствия могут быть как волны на ногтях, расколы ногтевой пластины, аллергия покрытия, потому как мы заталкиваем цвет так же глубоко, как и обработали. Поэтому я все же считаю, что это не очень безопасная техника. И обработать маникюр для дальнейшего покрытия можно совершенно чисто, без глубины до локтей и порезов. Для того, чтобы эти самые порезы не совершить на тонкой кутикуле, да и вообще на любой, то нужно просто следить за кончиком своего инструмента. Ведь именно он совершает порез в случае неверного направления. В случае именно с процессом обработки кутикулы, проксимальной складки и кожи вокруг ногтя, у меня техника одинаковая. Поэтому мне будет полезно для создания дальнейшего контента узнать, какие трудности возникают у вас в моменте обработки кожи. И я постараюсь визуализировать написанное вами в текстовом виде и пояснить причину трудности, с чем вы сталкиваетесь, и с удовольствием поделюсь в следующих роликах. Моя техника работы это чисто и без порезов, чего я успешно добиваюсь на каждом клиенте. Ну что ж, настал тот самый момент, которым я хочу с вами поделиться. В этой посылке от компании Рунейл есть классные разнообразные продукты, с которыми я уже хорошо знакома. И мне есть, что о них вам рассказать. Здесь у меня представлены базовые покрытия целых 4 вида. Они предназначены для разных типов ногтей. Бутыл гели во флаконе с кистью, стандартные классические гели в баночках и крем-лаки. Это новинка. Целый такой набор я разыграю среди подписчиков в своих соцсетях, поэтому подписывайтесь, участвуйте. Все подробности будут там, а соцсети можете найти в виде ссылок в инфобоксе прямо под этим видео. Ну и мы переходим с вами к главному. Различные базы и для чего они нужны. Невозможно не отметить их красивые стильные флакончики. Итак, первая универсальная адгезивная база, каучуковая, прозрачная, подходит в качестве подложки под камуфляжную базу или под гель. А также прекрасно будет выступать в качестве самостоятельного покрытия для выравнивания натуральных ногтей. Консистенция у этой базы средняя, вязкая, то есть ниточка не обрывается, тянется довольно долго за кистью. Кстати, кисточка стандартная, длинная. Не у всех продуктов она такая, поэтому я на этом делаю акцент. Далее софт-база. Это эластичная база, то есть мягкая. Представлена она в различных камуфляжных оттенках. У меня молочная. Кисть средней длины уже. Консистенция вязкая, ближе к густой. С такой консистенцией у вас будут секунды на раздумья и анализ, прежде чем отправить в лампу. Пластичная база идеально повторяет изгибы натурального ногтя, что позволяет обладательницам тонкой ногтевой пластины ходить без сколов. Также хорошо стоит эта база на влажных руках. И первая и вторая характеристика, которую я только что озвучила, часто комбинируются, встречаясь на руках подростка. Но эта база не для длинных ногтей. Далее база медиум. Она средняя по жесткости, то есть пластичность проявляется надавливая с усилием. Она идентична с первой базой, просто имеет камуфлирующие оттенки. Подходит для покрытия средней длины свободного края или покрытия ногтей без проблем, как влажность или активный быт, то есть усиленная нагрузка на свободный край. Hard Base или уже гель-флюид. Это жесткий материал, он очень схож с боттл-гелем. Консистенция густая, но не чрезмерна. В руках этот продукт тут же дает трещину. Это значит, что он действительно жесткий. Он подойдет для укрепления длинных ногтей. Можно не бояться усадки, и ногти будут прочными. Или подойдет для клиентов, у которых возможно и небольшая длина, но активный быт. Или рабочий процесс с использованием торцов, вследствие чего появляются сколы. Выпиливая натуральные ноготь снизу, клиента вы избавите от отслоек в этой зоне. И материал отлично простоит без натуральной поддержки. Вот такая классификация базовых покрытий у торговой марки Arunale. Подобный продукт, как Hard Base, это боттл-гель. Это жесткий, прочный материал, который делает надежное укрепление или даже наращивание. Он абсолютно жесткий. Кисть в боттл-гелях, она короткая. Хорошо контролируемая, не испачкает кожу и точно прокрасит у кутикулы и боковых, раскрываясь веером. Несмотря на преимущества этой короткой кисти, необходимо время, чтобы привыкнуть к манипуляциям ею. Например, мне не хватает размера капли, которая вынимается на этой короткой кисти, для свободного края больше среднего. Поэтому приходится нырять во флакончик дополнительный раз. Консистенция средне-густая и имеются различные оттенки от нюдовых камуфлирующих до ярких насыщенных. Ну и гели в классическом виде, в баночках, для использования которых потребуется отдельная кисть. Здесь также большое количество оттенков именно камуфляжных натуральных цветов. Консистенция такая же, как и в боттл-гелях. И есть гель-однофазник. Многие до сих пор путаются, что же и для чего это. Однофазные гели включают в себя уже базу и топ, исключая их дополнительное нанесение. Чем я всегда, честно говоря, пренебрегаю. И наконец-таки вишенка на нашем торте. Новинка от компании Рунейл Крем Лаки. Они находятся в баночках, как гель-краски. Имеют похожую консистенцию и отлично пигментированы. Но использовать гель-краску на пластичном покрытии в качестве цветного перекрытия невозможно. Потому как она дает трещины на нем. Ведь основная составляющая у гель-краски это гель, то есть твердый материал. А вот у крем-лака, производная, это гель-лак. Поэтому он имеет массу преимуществ. Его можно покрывать как полноценное перекрытие на любом покрытии. Даже на самом эластичном и мягком. Можно им рисовать и выполнять даже тонкие линии. Не течет абсолютно. То есть можно нанести все пять пальцев и сделать это точно под кутикулу. Экономичный расход за счет пигментации. В баночке довольно много продукта. Цвета есть самые разные. Дополнительно нужна мягкая кисть. Плоский лепесток для нанесения такого цветника. И чтобы на крем-лаке не оставалось прожилок, завершающие движения должны быть легкие поглаживающие. Для дизайна их можно смешивать и получать дополнительные оттенки. Вот такая вот красота. А я возвращаюсь к рукам своего клиента. Ногти которого я уже обезжирила. Нанесла праймер бескислотный. И базу наношу тонким слоем. Кстати прозрачная база нужна в качестве подложки под любое камуфлирующее или цветное покрытие. Даже если это камуфляжная база. Так как пигмент, который добавляется в такие базы. Он немного снижает акдезивные свойства. То есть сцепку с натуральным ногтем. Я в качестве укрепления наношу ботул гель на эти руки. Это клиентка у которой ногтевая пластина сильно скручивается. Но делает это нестандартно. Вот видео с нашим знакомством. И то в каком виде ногти ко мне пришли. И следовательно если я нанесу на эти ногти пластичную базу софт. Которая всюду следует за ногтевой пластиной как бы она не сгибалась. То через 4 недели мы бы увидели такой же результат из прошлого. Только с покрытием. Мягкая база никак не сдержит это скручивание. А вот у жесткого материала есть такое преимущество. У моей клиентки есть также и сломанный ноготок. Его наращивать я буду без формы с помощью акригеля. Он также от Рунейл у меня имеется. И прямо без формы на весу моделирую удлинение свободного края по форме овал. Плавно растягивая акрил на ногти, чтобы контур начала был незаметным и не создавал трудности в дальнейших действиях. После полимеризации опил. Нужно сделать край более четким. И далее выполняю укрепление все тем же боттл гелем в технике без опила. Впрочем, как я сделала укрепление и на всех других ноготках. Наша коррекция готова. Теперь время приступать к дизайну. И я неоднократно говорила в роликах о том, как я не люблю делать цветное перекрытие под кутикулу. Наверняка это избаловали нас цветные базы, камуфляжи и так далее. Но сейчас с крем-лаком мне это совершенно не страшно. И в качестве эксперимента я наношу все пять пальцев без промежуточной просушки. Первый и единственный слой я выполняю вначале, заполняя тщательно контур ноготка. Ведь именно то, как цвет лежит у кутикулы, насколько это ровно и аккуратно выполнено, будет зависеть, каким его будет видеть, наблюдать клиент большую часть времени. Так как граница покрытия показывается уже к концу первой недели носки. Как я и говорила, крем-лак не самовыравнивается. И не оставить ребра от проходки кистью помогают легкие поверхностные движения по покрытию. Результат работы с этим продуктом не может не радовать покрытие без затеков. Липкий дисперсионный слой, который не очень ярко выраженный, я снимаю обезжиривателем. И уже приступаю к дизайну. Натирая на покрытие без липкости небольшие участки бронзовой втирки. Специально делая их такими распыленными по краям. После этого я наношу глянцевый топ. И после его полимеризации, крем-лак, который у меня был еще до этой посылки черного цвета, выступит мне вместо гель-краски. И прекрасно с этим справится. Я буду выполнять им рисунок тонких линий, которые имеют и утолщение, и тонкие хвостики, которые уходят за пределы ногтя. Эта абстракция еще и в черном акцентном цвете здорово подчеркивает маникюр и делает его более выразительным. Черные элементы мне безумно нравятся, как на ярком перекрытии, на таком припыленном и на пастельном. Обожаю такой контраст. Эти бронзовые вкрапления действительно напоминают желтеющую осеннюю листву на припыленном зеленом цвете крем-лака. На этом у меня все. Напоминаю про конкурс в моих соцсетях и вашу реакцию кнопкой «Мне нравится», если видео вам было полезным и интересным. Спасибо, что были сегодня со мной. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока.